Здравствуйте, и с вами вновь канал Народная Солидарность. Здравствуйте, и с вами вновь канал Народная Солидарность. Сегодня у нас в гостях эксперт торгово-промышленной палаты, специалист в области управления жилищным хозяйством Павленков Юрий Викторович. Юрий Викторович, очень рады вас видеть. Мы пригласили Юрия Викторовича совершенно не случайно. В недрах правительства, в череве правительства, вырос очередной страшный проект. Насколько он страшен и чем он грозит, мы как раз и спросим у специалиста. Да, действительно, добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемая студия, к которой мы тоже привыкаем уже, она носит много хорошего, доброго, свет людям. И это вот традицию надо продолжать. Собрались поговорить мы с вами о выпистованном правительством Российской Федерации документе, таком очередном стратегическом опусе, которому я пытался найти литературный жанр подходящий. И вот у меня почему-то он разместился между ненаучной фантастикой и таким свободным билетристическим изложением в виде такого литературного эссе. Это некий набор пожеланий, который наш почему-то замысл должен нас к 30-му году вывести на новые рубежи в жилищном, коммунальном, градостроительном развитии. Называется стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ аж до 30-го года. Разбит этот документ на две части, один рубежный год, на который потребуется потратить по замыслам его основного автора Марата Шекерзяновича Хуснулина, куратора строительства и ЖКХ, 4,6 триллиона рублей. Ну, пятерочка там, грубо говоря. Это условно-государственные средства. А вторая часть, которая распространяется, шестилетка, вот 3 года остается, да, сегодня какой, 21, ну, 4 года, 3 года с половиной. А вторая часть шестилетняя, там даже особо этой цифры не называются, потому что там, наверное, даже сейчас пока неприлично их называть. Ну вот, и поэтому, в общем-то, это такой краеугольный большой документ, который предопределит жизнь нашей Родины на период до 30-го года. Чем он характеризуется? Вот одну еще фразу скажу. Первое беглое ознакомление с этим документом и последующее лишь подтвердили ощущение того, что, пожалуй, что строительство, большая стройка, в большом смысле, не только жилищное строительство, но и вся большая стройка, она является, почитаю, что едва ли не единственным локомотивом, драйвером развития экономики в стране. И такое ощущение, как будто бы туда сосредоточен весь потенциал. У меня такое ощущение, что ее скопировали довольно точно с вот известного периода депрессии 30-х годов американской, когда они, для того, чтобы сделать, после большой вот этой вот разрухи, да, провала экономического, они так же самое выбрали одним из серьезных драйверов, это развитие инфраструктурных проектов. Они начали строить дороги, они начали возводить новые, так называемые, условия для развития городов, населенных пунктов, и действительно тогда, навалившись вот всем миром, американцы, они вот этот вот прорыв в некотором смысле экономически совершили. Кстати, нечто аналогичное было и в Германии в 30-е годы. Кстати говоря, да, потому что, смотрите, удивительным образом депрессия 30-х годов Америки, да, она так он синхронизирована, так сказать, с Ваймарской Германией, и позже, параллельно, не побоюсь этого слова, сталинская экономика, она тоже демонстрировала в некотором смысле инфраструктурный, индустриальный прорыв. Ну, тогда был, конечно, промышленный упор сделан, сегодня весь упор, как мы с вами видим, последние полтора-два года, государство, все государственные машины сосредоточены именно в сфере строительства, большого строительства, транспортная инфраструктура, развитие промышленности, промышленного строительства, один из сделок стратегии является. Ну и, само собой разумеется, вот это вот модное сегодня, и пока неосмысливаемое особенно кем-то слово, это агломерации, агломерационное развитие, то есть стягивание или развитие вокруг крупных областных и национальных центров российских, значит, вот некоторой такой синергии, которая предполагает новые кластеры, промышленные, научно-исследовательские, интеллектуально, там сказать, значит, и, само собой разумеется, чтобы люди туда приехали, почувствовали себя благоприятными, там нужно создать им хорошие условия, комфортные условия для жизни и работы. Вот такой замысел. Юрий Викторович, вот такой вопрос. У меня вот с обывательской точки зрения, да, вот то, о чем вы говорите, у меня, например, совершенно какое-то противоположное мнение, я не понимаю вообще, что они строят, и сегодня национальная идея – это просто количество уколов, которые поставят, значит, принудительно несчастным людям. Что может увидеть и для себя понять простой человек, если он откроет этот толстенный труд? Вот есть какие-то практические вещи, которые идут на пользу человека, или нет, с вашей оценки? Ну, любой документ и любые усилия, которые, ну, и предполагающие, тем более, вовлечение такого колоссального потенциала, и человеческого, и индустриального, и финансово-экономического, ну, и, в общем-то, людского, ну, человеческого и людского есть, они, конечно, принесут пользу. Вопрос только в том, что стоит во главе угла таких устремлений. То есть, вот, читая это, знакомство, ознакомить с этой стратегией, там, кстати говоря, две трети посвящено новому строительству, то есть первому крылу, левому крылу этого ведомства, Минстрой, ЖКХ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот, особенностью вот этой стратегии является то, это абсолютно, говорю, четко, как специалисты, мы обсуждали накануне этой передачи, сейчас как раз готовим экспертное заключение на этот документ в правительство Мишустину, и мы как раз пришли все к абсолютному пониманию, что, конечно, весь потенциал там сосредоточен в первой части, в левом крыле Минстроя, то есть в новом строительстве. А наше с вами бедоносное и измотанное и стерзанное коммунальное хозяйство, или жилищно-коммунальное хозяйство, значит, оно там по остаточному принципу представлено. Оно там абсолютно четко видно, что особо-то и не, как бы, Минстрой не готов сегодня сохранять то, что понастроено в советской системе и в постсоветском пространстве, вот эти миллионы квадратных метров, квалифицированно, компетентно сохранять и воспроизводить, Минстрой, пока ЖКХ не готов, и это в стратегии развития стройки и ЖКХ очень явно прослеживается. Вот смотрите, с точки зрения обычного гражданина совершенно понятно, то что все предыдущие 30 лет, значит, из нас выкачивали по максимуму, да, сначала, значит, так сказать, приватизируя в свою пользу общенациональные богатства, а сейчас выкачивали уже из людей. И то, что аппетиты строительных олигархов, значит, они непомерные, а также чиновников, которые присосались к этому вопросу, у меня, честно говоря, очень большие сомнения, то, что данная концепция, данная стратегия строительства ЖКХ, там, до 24-30-го года и так далее, как я предполагаю, она будет направлена на пользу нас, граждан простых, а не на пользу чиновников и олигархов. Очень хорошо, прям вот вы прям, это вторая часть характеристики, вот этой, в общем, концептуальной такой пока характеристики, это документы, которые, конечно, показывают устремление и мысли, и умыслы федеральной администрации. Может быть, прослеживаются немножко интересы региональных администраций. И, конечно, как вы правильно четко говорите, что и самое главное, что человек, во имя которого должны были быть реализованы эти вещи, там совершенно теряется, а о нем там фактически, ну, упоминаний практически нет. Их там, они там опосредованно как бы получают эффекты, которые в результате энергоэффективности, в результате улучшения городской среды, в результате нового жилищного строительства, в результате капитальных ремонтов, где все это написано таким, как бы, декларативным языком, без особых обоснований экономической, организационно-технологической и какой-то там, ну, большой человеческой вовлеченности в эти процессы, в общем-то, конструкции. Вот общая конструкция стратегии, она как раз и не показывает, а каким образом человек, а, будет вовлечен в эту ситуацию, и, б, какие он получит конкретные результаты, в результате, ну, каламбур, извините, в результате реализации этой стратегии. И здесь вот один из акцентов я бы хотел сделать на предметике очень серьезной. Там действительно, ну, замыслы по вытекающей из указа президента по строительству 120 миллионов квадратных метров в год, Хустуллин поставил такую задачу, выйти на эти показатели, она, как бы, делится на две, на два больших блока. 70 миллионов условно будет строиться многоквартирного жилья, вот во всех регионах страны, и 50 миллионов будет строиться индивидуальное жилищное строительство, то есть, вот от частных домов. То есть, ориентировочно 60 и 40 процентов, да? 60 и 40, нет, наверное, побольше. Ну, да, 60, да, 60-40 процентов, ну, согласен, 45, наверное, да. Сегодня ситуация, структура этого строительства жилищного такова, что сегодня уже люди своим иждивением, без всякой помощи и поддержки государства, вот сами своим хосспособом, без льготных кредитов, без инфраструктуры, без всего, уже строят 48 миллионов квадратных метров. То есть, всеми усилиями стратегии, которая прописана, значит, скрижалях этого, значит, министерства, так называемого, значит, они всего лишь вырастет к 30-му году на 2 миллиона. То есть, фактически государство не собиралось помогать частному индивидуальному жилищному строительству. И по всему видно, и не собирает, и не будет помогать. То есть, первое, что мы фиксируем, это профанация. Уже заложена профанация, поскольку люди фактически на сегодня столько же строят, сколько обозначили в этой волшебной... Ну, да, да, я именно подчеркиваю, в частном жилом домостроении. Это вот то, что люди своими усилиями строят частные дома. Да, фактически плюс 2 миллиона квадратных метров, это ни о чем. При всем том, что потребность и запросы на строительство частного жилья выросли за последний год на 18-20%. Востребованность пришла. Ну, вот смотрите, даже если, чтобы люди понимали, сколько необходимо вводить жилья ежегодно, значит, средние сроки службы, мы берем идеальные случаи, да, вот прям расчетные, мы никуда не без фантазий, значит, ну, деревянные и блочные дома, это ориентировочно 40-60 лет, ну, 40-70 лет время и жизни. Жизненный цикл объекта. Жизненный цикл, да. Значит, кирпичные дома 100 лет, и монолитно-каркасные, это монолитно-бетонные, это 150 лет. Усредненным берем это где-то 80-100 лет. Возьмем даже 100 лет, что... Ну, не совсем корректно здесь среднюю температуру попала. Ну, грубо говоря, да. Вот совсем, берем совсем крупными мазками, да, и, значит, вот дальше просто посчитаем, значит, для того, предположим, у нас живет 140 миллионов человек, 145, предположим, что эти цифры... Правдивы. Правдивы, да. Ну, хотя бы для того, чтобы раз в 100 лет, значит, менять, ну, средненно дома, то расчет должен быть такой, что в год должно вводиться 145 миллионов квадратных метров. Да, да. Тут ничего... Да, арифметика примитивная. Не надо быть каким-то суперэкономистом, чтобы понять. 145 миллионов квадратных метров должны вводить в год. Значит, это все... По одному квадратному метру на человека в год. Да, в год. Вот это чтобы, значит, для того, чтобы... Ну, жилищный фонд... Воспроизводство. Воспроизводство жилищного фонда не отставало. Значит, при этом есть еще, значит, у нас, ну, такие вещи, как капитальные ремонты и прочее. Значит, вот я посмотрел цифры на сегодня, значит, и за последние годы. У нас ветхое и аварийное жилье, значит, ветхое, соответственно, 66 миллионов, ну, там, с копейками, и аварийное 24 миллиона квадратных метров. Суммарно, это практически, ну, это около 91 миллиона квадратных метров. Как-то это там вообще обозначено. Причем, эти цифры, они же, ну, колеблется. И, насколько я понимаю, если считать с вводом жилья, там, он где-то был, по-моему, максимальный ввод, по-моему, в 14-м году. В 15-м, в 15-м, в 85-м, и вот Хуснулин только что заявил, тоже 85 ожидают в этом году. Да, и вот смотрите, значит, аварийного и, значит, ветхого 91 миллион квадратных метров. И 85 нового прибыло. И 85 нового. Получается, что они вроде бы как бы вводят, но это называется шаг вперед, два шага назад. Ну, тут, знаете ли, тот случай, когда часовню 12-го века Хуснулин не разрушал, это не его заслуга. И, смотрите, но... Но, смотрите, мы же не то, что Хуснулин, это не человек, мы к нему в данном случае обращаемся как функции. Функции, которые представляет, значит, государство. Он это, вот, система управления, это давным-давно поняла. И вот то, что вы сейчас привели, эти вот цифры, фактически, опережение, выбытие жилищного фонда из эксплуатации, из опережающим темпом по сравнению с новым вводом жилья, с вводом нового жилья, это ситуация общеизвестная, и это притча во языцах. Но, понимая это, как раз мы и говорим, что бы стратегия, или мы как граждане, как специалисты, ожидали, чтобы стратегия предложила такие варианты, которые бы... Прорывные. Прорывные, которые бы, ну, отвечали бы ожиданиям людей, во всяком случае, хотя бы. И я хочу заявить-то как раз вот этим самым эфиром, что стратегия, на наш взгляд, этим интересам людей, во имя которых и создается это будущее благо, жилищное благо, конституционное, да, которое он приобретает, отдельно можно говорить об этом, сколько угодно долго, конституционное благо, это благо, жилищное благо, оно так и есть, оно прописано так, право на жилье, это жилищное, это конституционное благо, которое, ну, как бы, с одной стороны оно обязательно, оно непременно, особенно для северности, но с другой стороны оно приобретается человеком, извините, не на безвозмездной основе. Там целая система мер, которая впаривает человеку, значит, особенно в нынешней экономической ситуации, оно впаривает человеку, по сути, принуждая его залезть в жилищный ипотечный капкан, дальше попасть на неуправляемые тарифы, значит, в течение там оставшихся, как вы говорите, 50, 70, 100 лет жизненного цикла здания на этап эксплуатации, дальше, налететь на налог на недвижимость от кадастровой оценки, полпалец потолок по методике сделанной, дальше, она не маленькая, и опять идет разговор о повышении на 10, 15, 20%, уже народ готовит потихонечку, что, дескать, инфляция, как же так, мы же 5 лет не повышали кадастровую оценку и налоги от этой кадастровой фетишной оценки, давайте мы вот как-нибудь тут, да, и так далее, то есть, смотрите, в этом жилищном благе, я уже как сказал, первичное приобретение жилья, 25 лет ты в капкан попадаешь, ипотечный, да, раз, тут же налетаешь на налоги, вне зависимости от того, живешь, не живешь, сделал ремонт, не сделал ремонт, дальше, жилищно-коммунальные тарифы, и вообще платежи, все совокупные платежи, там жилищная отдельно, тарифная, ресурсная составляющая отдельно, то, что нам из нашего национального достояния попадает к нам, да, дальше, дополнительные платежи, различные поборы, то есть, посмотрите, какими, у меня вот 5 пальцев я загнул, да, пальцы гнем сидим на передаче, я 5 пальцев загнул для того, чтобы перечислить только поверхностные платежи, которые, которыми человека принуждают, значит, это приобретать, это жилищное благо, и концепция, и стратегические вопросы не отвечают на вопрос, каким образом вот эти вот 5 пальцев хотя бы на 30 процентов сократить, чтобы затраты домохозяйств на приобретение этого жилищного блага были, ну, допустимыми, удобными, комфортными, и, может быть, человеку даже не столько нужна городская среда, которую вы ему к 30-му году хотите вот непременно впарить, а может быть, ему нужно просто сокращение стоимости приобретения этих благ, и в концепции ничего подобного нет. И вот здесь, смотрите, здесь тоже, да, как бы, вот возникает вопрос, кто заплатит за этот праздник жизни, который предлагает Марат Хуснулин. Я взял, значит, снова усредненные цифры, у меня получилось, значит, следующее, средняя зарплата по стране 32 тысячи рублей медианная, значит, это еще по большому счету надо еще 13 процентов вывести, получится 28, да, получается 28 тысяч. Значит, дальше, что, значит, я взял среднюю стоимость, среднюю стоимость квадратного метра снова по России, и средний размер двухкомнатной квартиры, значит, средняя стоимость квадратного метра по России 90 тысяч, средняя площадь квартиры 60 метров. Что-то многовато, многовато. Ну, по крайней мере, из тех, которые сейчас вводятся. Сегодня 26,2 метра средний удельный размер площади на одного человека. Нет, 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 смотрите, я объясню, я взял среднюю двушку, да, при том, что идеальный, конечно, случай, это хотя бы для семьи, значит, папа, мама, два ребенка, а лучше еще два плюс, чтобы все-таки население воспроизводилось, это не один ребенок, а два, лучше три ребенка, чтобы население России воспроизводилось. Значит, количество комнат должно быть по количеству, значит, членов семьи, значит, плюс одна, это тоже, как бы, есть такие нормы, которые считаются близкими к идеалу, да, но мы берем самый-самый, вот такой вот, самый такой вот зажатый случай, да, то есть, семья из четырех человек, аскетичная, да, двухкомнатная квартира, да, то есть, ну, вот все, да, пусть квартирка двухкомнатная, относительно большая, значит, 60 квадратных метров, значит, по 90 тысяч рублей получается 5 миллионов 400 тысяч, вот смотрите, значит, семья, средняя, значит, стоимость квартиры 5 миллионов 400 тысяч, мы берем по Москве, извините, средняя по России, по стране, средняя по России, потому что по Москве, значит, средние цены, это 260 тысяч за квадратный метр, да, побольше, наверное, ну, вот средние, я взял, значит, для трешки, и там цена трешки колеблется в районе 20 миллионов, да, ну, ладно, хорошо, берем среднюю по России, значит, и вот представьте, значит, 5 миллионов 400, значит, и родители, да, оба пусть работают, и оба получают средние зарплаты по 32 тысячи, ребята, значит, хорошо, давайте возьмем, значит, 20 лет, 20 лет все это выплачивать, значит, я посчитал, значит, что у нас получилось, у нас получилось, значит, если мы возьмем на 20 лет, значит, за это время считают, ну, там, 10% уже у нас реальные платежи ипотечные, ну, может, они сейчас чуть поменьше, 7-10%, ну, эти расчетные, расчетные, номинальные, ну, я имею в виду то, то, что реально получается, получается порядка 10%, значит, если на 20 лет, получается, значит, и равными платежами, то есть, стоимость квартиры возрастает в два раза, практически, то есть, вместо 5,4 миллионов должны заплатить 10,8 миллионов рублей, фактически, да, значит, разделить... две стоимости квартиры, да, ну, извините, это получается, в месяц выплачивать, ну, не соврать сейчас, порядка 40... 40 тысяч, наверное, 40-45 тысяч, да, 40-45 тысяч, это просто отдаем за зарплату, при этом папа с мамой вместе получают 64 тысячи, мы берем среднюю цифру, да, значит, из них 45 мы отдаем, сколько у нас остается? у нас остается, значит, 64 минус 45, это 17, это 17, а еще коммунальные платежи, коммунальные платежи, коммунальный платеж, 8 тысяч, отлично, значит, из 17, вычитаем 8 тысяч, получается 9 тысяч, плюс, если налог раз в год, распространить его, разделить на год, включить его в этот, получается, что около 55 тысяч рублей, 53 тысячи, 50-53 рубля, вот, и получается, что, значит, семья из четырех человек должна жить где-то на 7, на 10-7 тысяч, на 7-10 тысяч в месяц, я правильно понял... как они планируют вообще, вот, настроить это жилье, а дальше что они с ним сделают, что люди побегут, значит, в припрыжку в банке брать ипотеку при таких условиях... Вот об этом и разговор, вот об этом и разговор, я правильно понял, вы плавно подвели такими фактическими примерами нас к тому, что стратегия, так называемая, она предусматривает лишь один способ, преимущественно один способ обеспечения людей или улучшения жилищных условий граждан России только одним способом, за гоном его в ипотечную кабалу, то есть, никаких других способов у государства сегодня... Но олигархи, у меня такое ощущение, что они... Не предлагается... Да, 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 вот они вроде как бы очень хитрые, у них хитрости хватило, чтобы захватить национальное имущество, а впечатление, что мозг у них меньше, чем грецкий орех. Не совсем так. Как они и собираются все это продать? Не совсем так, не совсем так, не совсем. Мы с вами только что записали одну из передач, только что сделали обзор ситуации, когда приватизация жилья, затеянная в 1991-1993 годах на фоне приватизации кораблей, пароходов, заводов, значит, она была вот в таком, в некотором смысле, не в некотором смысле, а в фетишном варианте людям предложена, преднамерена, как мы это понимаем и видим сейчас. И дальше, смотрите... Стратегия абсолютно точно. Пока растаскивали большие государственные активы одни, перцы, людям навязали под этот шумок якобы приватизацию воздуха в этих многоквартирных рассыпающихся жилых комплексах. Поскольку этими домами фактически и так владеют. Не приведя их заблаговременно при передаче и при приватизации жилья в надлежащее техническое состояние, после чего они должны были передать людям по акту не только воздух внутри жилого помещения, но и надлежащим образом отремонтированный дом целиком. Отремонтированный дом? Раз. Землю вокруг? Два. Два. Земля является неотъемлемым участком. Точнее говоря, сейчас природа жилой недвижимости прямо противоположная. Основным активом является земельный участок. И все, что на нем построено, это улучшение земельного участка. Вот такую философию крошенинников готовят в Государственной Думе. И думаю, что в этом восьмом розливе Госдумы они начнут реализовывать эту концепцию. А вы думаете, они это реализуют? Сейчас, извините, вот смотрите. Сейчас людей из пятиэтажек, где люди не хотели уезжать. Да, реновационные. И уже сгоняют как просто бульдозеры подогнали. Так вот, об этом и разговор. Концепция. А были бы они собственниками земли? Потому что земля не оформлена. Были бы собственники, когда они сказали, извините, пошли. Вон. Кирилл, тут много встречных моментов. Тут, знаете ли, тут есть еще одно обстоятельство, которое мы в эфире будем. Надо говорить об этом. Потому что, ну, хотим мы этого нет. Вот это вот становление института инферной частной собственности, оно тоже идет не так уж прямолинейно. И нельзя только обвинять только одну сторону в этом процессе. Если у людей нет самого понимания глубины вопроса владения собственностью, особенно в таком сложном объекте, как многоквартирное совладение, тут, как бы сказать, встречная дорога. С одной стороны, кто-то из чиновников не дает и не оформляет до конца, не дает, препятствует оформлению надлежащему имущества жилого. А с другой стороны, люди-то не особо активность проявляют, потому что находятся, вот как вы сейчас привели, им не досуг, им надо зарабатывать и кормить детей. А тут надо еще посидеть полжизни. Людей просто загоняют в рак сюда. Да, а тут еще надо посидеть полжизни, чтобы разобраться в этом жилищном регулировании. А если оно такой толщины? Так вот, вернемся к стратегии все-таки. В стратегии, это мы что бы хотели отметить? 92% на сегодня, стратегия с этого начинается. Она описывает ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Как вы правильно говорите, стратегия понимает, что выбытие жилищного фонда идет опережающим темпом по отношению к новому строительству. Что сегодня второй фундаментальный постулат, условие, что уже 92% граждан России являются собственниками, частными собственниками жилой недвижимости. Это и в частном домостроении, там 100%, и в многоквартирном 92%. Но земли, поскольку нету, они делают с многоквартирными, что хотят? Не совсем так. По закону, как будто бы земельный участок является неотъемлемой частью общего имущества. И в многих домах, где люди проявили активность и компетентность, ну или активность на первом месте, не компетентность, а просто активность. То есть земля оформлена, земля стоит на кадастровом учете, у нас с вами есть масса примеров в центре Москвы, где дома, где люди проявили активность. Во всех районах Москвы я приведу по 5-7 домов, которые оформили абсолютно все надлежащим образом. А вместе с землей? Сейчас, извините, просто на самом деле под кадастровое оформление земель под домами, на самом деле заложены деньги в бюджет. Но, значит, когда подают заявки, я просто знаю это по опыту своего ТСЖ, деньги не выделяются. То есть они придумают любые способы. Скажу вам один умный вещь, вы только не обижайтесь. Значит, Москва уже провела три итерации так называемой сплошной кадастровой бомбардировки по Москве. Она это делала в три слоя. Юрий Михайлович начинал делать, и Сергей Семенович закончил этот процесс. То есть, что я имею в виду? Так называемое межевание территорий, кварталов Москвы, ну районов, префектур, оно завершено. Значит, скажу вам, скажу вам, что, если на публичном слое кадастровой карты в Росреестре нет отдельных земельных участков многоквартирных домов, это не означает, в камеру говорю, что их нет на самом деле в скрытом слое. То есть, я предполагаю, что на самом деле они прекрасно знают, потому что технические паспорта домов, хранящиеся с момента постройки дома, сведения в эксплуатацию, они всегда были, есть и будут. То есть, границы участка на самом деле зафиксированы. Границы участка на самом деле есть. Конечно, они просто не дают. Ни один дом не может начать, вот ковш экскаватора прикоснуться к земле, если у дома нет землеотвода. А уж в советской сражающей системе-то это вообще было как вот отче наш, да? Да и вот и уже в современной системе есть. Поэтому эти земельные участки есть, их только нет на публичном учете, на публичной кадастровой карте. А это разные совершенно вещи. Так вот, и деньги, и вы правы. То есть, получается, у чиновников есть тайные карты? Я думаю, что да, и это преднамеренно. И это сделано преднамеренно, потому что... Чтобы лишить нас каких-либо правдов. Да, потому что думаю, что вот умысел по вот этой вот драконовской реновации, совершенно невероятном, сюрреалистичном исполнении Собянинском, он замышлялся, наверное, на самом заре его, ну как бы правильно это сказать, ну да, значит, врывание в эту московскую действительность. И отъема у Юрия Михайловича пюпитра и жезла власти, да. И он это знал, и они преднамеренно прячут информацию. Они прячут не реальные земельные участки, они прячут информацию в этом. И информация управляет миром. И это мы сегодня все прекрасно понимаем. Если Лужков в свое время говорил, что забирайте один метр от подошвы дома и ни в чем себе не отказывайте, гулять так гулять. Потом его поправили, и он потом извинился, краснел, бледнел, извинялся, сказал, я не прав. То Сергей Семенович, он вообще сказал, а мы вообще спрячем эту информацию из кадастровых кварталов. И вообще ничего не получите. Нет, не то, чтобы ничего не получите, а потому что нам нужно реализовывать вот эти большие умыслы по реновации. А для этого нужно, чтобы у людей, правильно вы говорите, не возникало первичного права. Нет права, нет ответа на вопрос. Поднялись с вещами на выход. И вот посмотрите, что творится по Москве. Это волосы дымом встают. Реновация испортила, если когда-то Булгаков испортил москвичей через квартиры, да, жилищным вопросом, то Собянин это добил просто. Просто укатал в бетон. Собянин это производитель вертикальных бараков. Вот это мое мнение. Да, да, это чудовищные вот эти гетто, мы их прямо называем. Это антижилищные, опасные гетто. Вместе с ПИКом и вот аналогичными бандами, на мой взгляд, они строят вертикальные бараковины. Группировками, дайте говорить, группировками. У них есть вот научно обоснованные, я сказать, названия. И теперь опять же к стратегии, Кирилл. Все-таки верните меня к стратегии, потому что там еще есть о чем сказать. Возвращаю. Да, вы правильно сказали абсолютно по поводу, почему государство, начав собирать деньги на капитальный ремонт, так называемый капитальный ремонт многоквартирных домов, и складывая, собирая их в свои кубышки, ну региональные фондики, это не что иное, как региональные кубышки, которые находятся вот на спецсчетах, значит, бюджетов региональных, муниципальных. И они там, ну они как бы управляются в автономном режиме, но на самом деле мы же понимаем, что в казначействе там никто не допущен, никто ничего особо не понимает. Больше того, каждый регион свою часть, свою лепту тоже туда должен вносить, в эту кубышку, которую собираются с граждан, с собственников жилья. Ну и регионы добивают, и муниципалитеты должны добивать своими деньгами, потому что у них тоже своя собственность есть. Небольшая доля, но остается, да, они тоже там участвуют. Ну и мы видим, что и вот концепция стратегии, проект стратегии, он тоже предусматривает, что, значит, они там хотят выйти на грандиозные планы ремонта домов. Как вы правильно заметили, до 260 миллионов квадратных метров в год Хуснулин обещает, что они будут делать капитальным ремонтом. А сегодня делается порядка, наверное, 60 или 70 миллионов квадратных метров ремонта, ремонтами имеется в виду. Ну то есть они планируют увеличить почти в 4 раза. В 4 раза. То есть они от этого не отказываются. Вот. А механизмов реализации, не то что этих умыслов по капитальному ремонту, но даже и по новому строительству, вот этим новым жилищным застройкам тоже нет. В основном присутствует механизм ипотеки, в основном присутствует механизм вот этот вот эскроу договоров, которые вот они запустили вот эти два года подряд. Они подразумевали, что нужно защитить обманутых дольщиков, чтобы не возникал новый отряд обманутых дольщиков. Но в принципе с этой задачей кое-как справились. Действительно, обманутых дольщиков институт не стал нарастать. Осталось там порядка 900 домов по стране, которые еще пока не расшили там. В среднем, если посчитаем, в каждом доме даже пускай будет по полторы-две тысячи человек, то можно посчитать, каков объем пока еще не закрытой проблемы с обманутыми дольщиками. Но дальше этот же инструмент должен заработать до 30-го года. Он продолжается во времени, в пространстве. И подразумевая общую неготовность людей по экономическим объективным обстоятельствам кормить вот эту всю махину огромную, потому что в любом случае все замыслы и умыслы этой стратегии, они ложатся, как вы правильно подводили нас под этот вопрос, они ложатся на карман его величества гражданина Российской Федерации. И не надо никого обманывать. Они там, конечно, говорят, по инфраструктурным затратам немножко государство как бы спланировало вот эти 4-5 триллиона рублей. Но тут же говорит о в регионах инфраструктурных голодания. Мало того, что нужно восстанавливать сети коммунальные, разрушенные. А там же до 90% доходит разрушение. Ну, не 90% этих цифр, потому что инвентаризацию никто не проводил, такой серьезной, государственной. Ну, прямо вот озвучивались такие. Ну, 60%. Средний износ, они говорят, 60-90% никто особо и не знает. Ну, даже если и 60%, то это просто гигантские затраты. Так вот, дефицит инфраструктуры, которая должна подтягиваться к новому жилищному строительству, к новой жилищной застройке, а как без нее? Энергия, водичка, тепло, да? Это же все должно быть. Дороги. Дорогущая часть, это очень дорогая часть. Ну, в любом случае, ведь экономика же должна работать. Ведь это жилье, ну, даже если... Нет, я хочу закончить мысль. Так она же в конечном счете все равно ниоткуда не возникает, как только из синергетических усилий людей, граждан, которые живут и работают, как они говорят, на этой территории. Да, это не какое-то абстрактное государство, и не какой-то абстрактный министр Хуснулин. Да, и самое главное, не какие-то абстрактные 4,5 триллиона рублей, заложенных в федеральном бюджете, которые Хуснулин уже приготовился как бы спылесосить и потом диверсифицировать их, распространить их на страну. Они же туда все равно должны каким-то образом прийти. Посмотрите, как красиво. Люди и так строят 48 миллионов, да? Значит, 45-48 миллионов и так строят. И вдруг, как бы, вот он объявляет, значит, о том, что мы построим... Кто мы? Кто мы? Мы это кто? Смотрите, теперь я эту мысль продолжаю дальше. Вот самая большая уязвимость стратегии состоит в том, что стратегия, как мы сказали, первая часть, предусматривает только один способ обеспечения этим будущим счастьем людей. Это приди в банк, возьми ипотечный кредит. Обогати моего соседа банкира из этой серии. Нет, и купи сначала обогати банкира, ростовщика, потом обогати девелопера, слушайте, дальше... Строительного олигарха, да? Дальше обогати ресурсного олигарха, потому что для того, чтобы дом получил тепло, водичку и свет, они должны еще провести инвестиции в концессии, в концессии, концессионные соглашения. Это отдельный зверек, который плавает еще с начала того, их запускал менее еще с чибисом. Надо сказать, что Хуснулин с Файзулиным тоже еще не успели разрушить часовню 12 века. Эти все инструменты пришли отмене еще. И они работают очень плохо, потому что концессионные соглашения тоже укладываются в тариф, а тариф приходит опять в домохозяйство. И получается... Концессионные соглашения, правда, 12 стульев. 12, абсолютно точно. Да, вот концессия с 12 стульев. Ну и еще Концентком, который был создан в 2018 году, возглавил, кто бы вы думали, первый концессионный комитет в Советской России, возглавил кто? Лейбе Бронштейн. Лейбе Бронштейн. Лейбе Бронштейн. Он был его... Такое ощущение, что они... Кстати, они создали в Сибири тогда первый концессионный... В добрых традициях Лейбе Бронштейн. Лейбе Бронштейн в Сибири был создан этот Концентком. По всей видимости, наверное, они приготовились... По добыче золота? Ну да, да, да. Они рассчитывались, видимо, за вот эти революционные вливания, которые на переворот были направлены. Нужно было же чем-то рассчитываться. Но Сталин потом это пресек очень довольно-таки быстро. Но, тем не менее, замысел такой был. И сегодня то же самое воспроизводится. Опять концессии, опять инфраструктурные. И это все тоже прямо открытым, красной чертой, красной линией пролегает через стратегию. А теперь, а что бы мы хотели бы? Вот вы спрашиваете. А вы спрашиваете, вот только вот ноете, 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 ноете. В торгово-промышленной палате уже 10 лет ноете. А мы что хотим? А мы и предлагаем другие вещи. Советский Союз это демонстрировал великолепно. И мы бы хотели, чтобы это тоже было отражено прямо таким краеугольным камнем концепции. И мы обязательно добьемся этого. Первое. У людей есть возможность построить свои здания, вот как в частном индивидуальном жилищном строительстве, когда люди сами видят свой потенциал семейный. Потихоньку собрали деньги и пошли строить то, что им хочется. И где хочется. То же самое люди могут сделать, страшно сказать, и в многоквартирном жилье в городах, выступив с инициативой создания жилищно-строительного кооператива, куда только и надо государству, что выделить на безвозмездной или на условно-возмездной основе за небольшие деньги земельный участок под строительство дома. С подведенными коммуникациями. Ну а как правило в городе, если это какой-то участок будет, правильно, инфраструктура это тоже задача муниципалитета или задача государства, если и когда вы хотите действительно решить проблему улучшения жилищных условий людей, а не дать возможность заработать своим неподдельником, как это правильно сказать? Поддельником. Нет, не надо говорить, не надо оскорблять. Неподдельником, а как? Концессионером. Ну да, концессионером и девелопером. Девелопером. Да, и ростовщикам. Ростовщики хотя заработают и здесь тоже, потому что если жилищно-строительный кооператив, создан, осознанно создан определенной группой граждан, которые сами своим волей, своим желанием решили строить мегаквартирный дом, получаются самые ответственные и самые заботливые и квалифицированные, компетентные управленцы и владельцы жилья. А также я хотел напомнить нашим уважаемым подписчикам и зрителям, что себестоимость жилья по расчетам, говорят, не превышает порядка 300 долларов за квадратный метр. Вот это такая средняя стоимость, то есть по сегодняшним ценам это получается порядка 300 на 70, это получается 21 тысяча. 25 тысяч со всеми документальными затратами. Это то, сколько вы можете потратить, можете и должны потратить при покупке своей квартиры или при строительстве дома. И когда нам выставляют в Москве цены 290 тысяч за метр, это аппетиты как строительных олигархов, так и чиновников, которые присосались к данному строительству. И задача торгово-промышленной палаты, СРО-совладения Юрия Викторовича в том, чтобы все мы покупали жилье, приобретали, строили жилье по себестоимости, без вот этих безумных наценок, которые идут на карман жуликов и варам. Да, и вот именно этого самого эффективного способа строительства жилья по аналогии с частным домостроением, с частным жилищным строительством в многоквартирных домах, почему-то стратегии так и не предусматривают. Это для нас большой вопрос, это нонсенс. Да, они говорят, что технологически это будет не быстро, не много, а нужно много выполнять вал по валу. Исполняя указы президента по 120 миллионам квадратных метров, а здесь много возни, здесь нецелесообразно. И вот эта форма жилищно-строительного кооператива, инициативы граждан, она почему-то сегодня совершенно не продвигается. Не только на уровне стратегии, но и на уровне, казалось бы, народных депутатов Государственной Думы. Это большой вопрос. Почему даже из комитета Галины Хованской в последнем, в седьмом созыве, этот вопрос не поднимался? Неужели они настолько все пропитались вот этими олигархическими ядами, которые они распространяют? Думаю, что да. Думаю, информационное пространство в стране надежно упаковано, залито бетонными пробками. Чтобы не дать информации, вырваться, тогда вот наша задача... Мы же с вами говорим о вещах, о вещах не тех, что в комедии клапах обсуждают. Поэтому оно не прорывается каким-то образом, не слышится. А советская система очень четко подтвердила, что... И сегодня это подтверждение даже находим мы с вами прям вот каждый день. Те жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, которые были построены в Советском Союзе, сегодня являются наилучшим способом управления, владения. Они находятся в самом лучшем техническом состоянии. Самые компетентные. Там люди самые организованные, собранные. Они надежно отстаивают, защищают и свои интересы, и жилищные права. Само собой разумеется, это стоило им дешевле, гораздо дешевле. Это самый главный вопрос сегодня. И эту тему, и этот способ воспроизводства жилья нового надо обязательно продвигать. Второй вид, который в Москве был прерван посадкой Валерия Чернышева, который инициировал реконструкцию пятиэтажек, который предлагал ремонтировать дома не просто ремонтом коммуникаций, обновлением кровель, а он предлагал реконструировать дома с обстроем и надстроем этих домов, где бы возникали дополнительные площади у людей в тех квартирах старых, и они бы прирастали бы не только старые квартиры в ширь дом, как будто бы на табурет одевают стол, то есть вширь на вынесенные пилоны, на распределение нагрузки, но и вверх. И таким образом сами бы собственники этого дома, этого жилья, становились бы еще приобретателями квартир по себестоимости строительства на надстроях. Такие дома реализованы в Москве, их около семи домов реализованы, ну, в жилищном фонде, а не в жилом, так и вообще их десятки, сотни вариантов разных в нежилье. А в жилом вот несколько домов реализованы, блестяще. Кстати, что-то аналогичное. Мишна-32. И в Калининграде. И в Калининграде надстроят. Это реконструкция с увеличением площади. Ну, и реконструкция сама по себе предполагает увеличение площадей, изменение площадей. А не просто тупой снос, вместо него... А не просто тупой снос. Причем, смотрите, что сохраняется. Сохраняется среда обитания, обжитая. Люди комфортно себя чувствуют. Люди, которые бабушки, дедушки сажали эти деревья, а внуки и дети пестуют и дальше растят. В этом любимом дворе выросло столько поколений. Это же традиция, это преемственность. Оказывается, ее можно соблюдать не только в частных родовых имениях, но это можно соблюдать и в городе, как ни странно. Люди прирастают. А здесь рвется, а здесь вот этой программы реновации, и далее она поползла по всей стране, как раз и рвется не только технологическая связь, и это желание построить новое, современное. Рвется связь поколений. рвется традиция, преемственность, вот эти корни. Это как у Хрущева. Помните, было укропнение деревень, когда людей выдергивали с их родовых имений? Клешнями. Выдирали просто. Выдирали, засовывали в многоэтажки или малоэтажки. Но люди теряли связь даже с могилами. То есть, выдирали из деревень и люди цепевались. Так вот, завершая в некотором смысле такой достаточно поверхностный спич о стратегии, я в кавычках ее беру, стратегии развития ЖКХ и стройки большой, можно было бы и нужно именно вот этот акцент сделать основным, что стратегия, по большому счету, направлена на кого угодно, на совершенствование профессионалов, на изменение нормативно-правовой базы, на улучшение какой-то мифической, неизмеряемой по параметрам городской среды. А она не видит там человека. Она как раз вот этого человека или домохозяйства, или семью, она там просто не видит. Вот там звучит 41 агломерация. Что вы подразумеваете под этой 41 агломерацией? Не перечисляются, кстати, какие, в каких параметрах, в каких она, в каких конкретно физических и экономических параметрах эта агломерация обретет новое качество. Зато 41 агломерация, я думаю, что там как минимум 41 олигарх будет. Но в стратегии четко прописаны инструментарии по деньгам, четко проявлены интересы всех участников вот этого большого строительно-инвестиционно-структурного умысла. Представляете, какой размах? И, конечно, величественность размаха этой стратегии, она просто должна вдохновлять. И еще, что я какую особенность заметил при первом беглом ознакомлении. Как ни странно, стратегия не отвечает на вопрос, поставленный одним из участников претендентов на новое пространственное развитие России, Сергеем Кужугетовичем Шойгу, который предложил, как мы помним с вами, строительство новых городов в России. Миллионников в Сибири. Да, нескольких городов. На новом месте это предполагает новый. Вот стратегия развития стройки и ЖКХ, она на эти вопросы не отвечает. Она даже не упоминает об этом. Неужели врал Сергей Кужугетович? Тут либо стратегия готовилась в тот момент, когда просто она не ожидала, не успела адаптироваться к предложениям Сергея Кужугетовича, то ли стратегии, которые будут ее реализовывать, не предполагают этих вещей. То ли они идут в пику. Ну, не в пику уж совсем. Хуснулин едва ли является уже сегодня созревшим самостоятельным политическим субъектом. Вряд ли. Просто, наверное, не успели, но, тем не менее, не отвечает на эти вопросы. И еще очень важное, что, конечно, стратегия, если она называется, стройки и ЖКХ, и не затрагивает вопросов порочного тарифного регулирования, которое должно было быть представлено, ну, не хотя бы не теми политическими тезисами, которые от ФАС разносились. из Федеральной антимонопольной службы Вице Артемьевых, когда он говорил, что в некоторых регионах тарифы превышают в 56-60 раз. Во-первых, различаются друг от друга в соседних регионах между собой. Во-вторых, они необоснованы и они методически, методологически непонятны ни людям, ни контролируемы никем. Поэтому, почему-то, эта стратегия вообще обходит этот вопрос. Это вообще вырывается за рамки нашей. Поэтому... Здесь, извините, с вами не соглашусь. Когда вы говорите, не контролируемы никем, есть те люди, которые все это контролируют. Да, согласен. Их можно перечислить, наверное. Да, на пальцах двух рук, да, совершенно верно. Да, согласен, поправляюсь. Поэтому, видимо, по этой же причине, видимо, Игоря Юрьевича и попросили с должности руководителя ФАС. На его место сейчас пришел новый. И вот таким образом, да, новый, не знаю, какой, пока что ни одного заявления после смены Артемьева на нового не последовало в отношении тарифов не только ресурсных монополий коммунальных, но и не последовало даже, да и платных дорог тоже не регулируют, никто видим. Мы видим и с вами, да, вот этот постоянный рост. То есть, вот эта вот система, как бы, позитив, вроде бы так, некоторого позитива, который, во-первых, в строках этого эссе, что вот к 30-му году Россия будет совершенно другой, как бы есть. И 80 страниц текста ты читаешь и ждешь. А где же вот эти самые интересные инструментарии, измерители, подтверждающие, что умысел может привести к хорошему для людей результату, и там их не находишь. Юрий Викторович, ну, все это производное от авторов слов, пока я президент, конституция не будет меняться, пока я президент, пенсионный возраст, да, не изменится. К 2020 году мы знаем, что партия власти выпускала замечательные манифесты и так далее. Это все, по моему мнению, это все из одной серии. Но мы с вами подняли такой пласт и такую тему, которую останавливать просто нельзя. Я полагаю, что нам стоит ее продолжить. Следить за этим. Да, следить за этим. И продолжить докладывать это нашим зрителям и в следующих передачах. Да, спасибо огромное, что мы эту тему начали. Вот у меня ощущение такое, что поскольку есть у нас еще один институт федеральной администрации, который должен был бы вот эту всю работу организовывать, так называемое Министерство экономического развития, а оно в последнее время, его роль вообще вот в замыслах и умыслах больших стратегических в стране не видна, не просто не видна, а я бы сказал, она вообще как-то сведена неприемлемо у низкого уровня, а именно роль такого института, как стройка и ЖКХ вышли на такое место, где я не вижу больше никаких драйверов с других отраслевых ведомств, например, промышленность. Может быть, я не так слежу, но просто стройка сегодня... Ничего неизвестно. Неизвестно. Сельское хозяйство, например, да? Мы же аграрная страна, тоже могли бы там прорыв совершить какой-то. Там как-то так вот все тихо. То есть я как раз о роли Минека, большого, да, федерального. А стройка, смотрите, что, прямо вот прямо вперед, как на дрожжах. Причем, смотрите, нашли средства... Они пытаются, похоже, стройку, как национальную идею сделать, да? Да, да, я об этом и говорю. Вот это вот пространственное, инфраструктурное, жилищное развитие, оно неплохо, в замысле оно замечательно, хорошо. Кто бы возражал против кардинального улучшения уровня жизни людей с точки зрения комфортной среды обитания? Кто бы возражал? А, и безопасной, да? Но, но, когда мы приближаемся и смотрим на параметры реализации, на инструментарии и на целевые установки, ради кого и во имя кого это делается, у нас возникает вопросов даже больше до того, как эта стратегия была озвучена. Но здесь самое главное, чтобы общество, гражданское общество, народ не допускал этого и понуждал тех, кто планирует на новых документах и стратегиях обогатить своих друзей-растовщиков, друзей-олигархов и друзей-чиновников, учитывать интересы народа и добиваться того, чтобы наши права были учтены. И когда не работает государство, работает народная солидарность. Редактор субтитров А.Семкин